Распоряжение отремонтировать главный корпус Пасской городской больницы в прошлом году дал губернатор Владимир Миклушевский в ходе своего большого проезда по районам Приморского края. Медучреждения не ремонтировали 35 лет и только этим летом работы начались. На ремонт трех этажей из краевого бюджета выделили 25 миллионов рублей. Требуется срочно заменить электросети, которые то и дело не выдерживают напряжения, кровлю на крыше, что течет в пяти местах и старые оконные перекрытия. Из-за них каждую зиму мерзнут пациенты. После ремонта здесь, на этих новых площадях, будет размещено первичное сосудистое отделение. Также после ремонта в больнице появится новое отделение гистологии, гинекологии и центр гемодиализа. Как выполняют поручения Владимира Миклушевского, проверяет вице-губернатор Павел Серебряков. И по его мнению, строители выбиваются из графика. 200 строителей должно быть в корпусе. Я не видел ни одного пока. Я слышал один перфоратор, который работает на кровле. Там, наверное, кто-то работает. Ну вот, мы в коридоре. Ничего не делается. Работы должны быть сданы к ноябрю. Но все еще не закончен ремонт кровли, а в помещении только приступили к замене электропроводки. На встрече с медперсоналом больницы Павел Серебряков заверил, администрация края контролирует ситуацию. Если подрядчик и дальше будет тянуть, найдут нового. Если ремонт этого корпуса будет завершен, и отделения будут в лучших условиях работать, и лечиться будут больные в этих условиях, конечно, и рейтинг больницы будет улучшаться. Ну и качество оказания медицинской помощи будет на более высоком уровне. Сейчас городская больница Спаска Дальнего в год обслуживает более 100 тысяч человек. В медучреждения поступают тяжелые больные со всего района. Здесь и детское отделение, хирургия, травматология, неврология и реанимация. После окончания ремонтных работ здесь могут принимать значительно больше пациентов. Открытие новых отделений запланировано на 2016 год.